здравствуйте это канал этот удивительный мир когда на участке все в порядке можно заглянуть в теплицу и посмотреть что там произошло за время пока нас не было прошел град и на карбонате видны вот такие вот трещины ямы поломки карбонат придется заменять но на этот сезон его еще хватит теплица простоит она крепкая зайдем и посмотрим что там внутри даже на стены упала побила градом стены но не насквозь карбонат оказался крепкий внутренняя сторона целая зайдем внутрь ну и конечно огурцы уже дали много своих усов и в дорожках вот видите уже висят большие хорошие усы но ходить здесь неудобно сейчас посмотрим что еще здесь интересного вот усы уже пора подвязывать этот маленький он еще торчит сам он еще не такой тяжелый чтобы повиснуть но его тоже надо будет подвязать усы соседних кустов приплетаются к другому сорту на другую веревочку их тоже надо убрать на свое место вот так хорошо растут подвязанные кусты все отлично листья здоровые цветов много огурчиков завязи много все хорошо вот огурчик есть огурчики там и стены огурчики сейчас будем подвязывать усы заранее уже приготовлены веревочки нужной длины нарезаны висят всегда под рукой чтобы было удобно взять и пойти подвязать кустик возьмем вот этот усик первым начнем его привязывать узелочек завязала я на самую ближнюю пазуху к самому кусту чтобы как можно больше захватить веточки и она не сломалась ну вот ветви с прохода убраны усики привязаны аккуратно вот уже до самой крыши доходят некоторые кусты это высокорослые хорошие кусты на них будет очень много огурчиков вот сколько зеленцов смотрим что мы можем сделать еще в теплице как поработать этот куст держится за свою веревочку только усами усы со временем ну загрубеют отпадут и тогда плеть повиснет нужно непременно намотать ее саму этот куст тоже держится только усиками снимем его с другой веревочки пусть он не мешает растет на своем месте поможем ему определиться все макушки очень быстро отрастают их надо определить на свое место если где-то на земле ползет плеть тоже поднять ее на свою веревочку подвязать если она еще не была заранее подвязана соседство с укропом делает теплицу такой заманчивой запах уже как засолка как будто вы уже готовите этот пряный аромат сейчас расскажу для чего мне бочка в конце теплицы у самой стены находится бочка она пока пустая это тоже такой маленький секрет выращивания огурцов огурцы когда поспевают зеленцы когда уже начинает обильное цветение происходить им нужен углекислый газ ну ходить дышать сюда каждый день дышать их кислородом и выдыхать углекислый газ это конечно тоже вариант но есть дело еще попроще сейчас я вам покажу что надо сделать еще не везде убрала я одуванчики на участке их еще много кустов без цветов только листья они мягкие очень легко перегниют еще можно крапиву но я сейчас не взяла перчатки сейчас возьмем листья одуванчиков побольше это бочка в теплице она литров 30 нужна такая хорошая охапка листьев вот цветок одуванчика я его не беру только листочки идемте в бочку несем кидаю листья в бочку тут у меня палка перемешивать уже приготовлена берем воду и заливаем в теплице всегда тепло листья очень быстро перепреют они начнут пахнуть свежим навозом такой углекислый газ такой выхлоп очень полезен для огурцов они дадут намного больше урожай чем просто в обычной теплице там за стеклом растут томаты у них свой другой микроклимат они могут пообщаться с огурцами только через стекло через окно некоторые хитрые огурцы пропускают туда свои усики но им нужен другой воздух я надеюсь что наше видео было полезным для вас ставьте лайки до новых встреч 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 до новых встреч